Девушки отдыхают Девушки отдыхают Марианна студентка факультета журналистики Все беседы сводят к спору Мечтает о славе Опре Винфре И стать соведущей Андрея Малахова Марианна не найдет Общего языка с гундосом И угрюмым псевдоинтеллектуалом Без стабильного заработка Ей по пути срослым и хулиганистым брюнетом Который не станет осуждать ее за карьеризм Сразу вопрос профессиональному астрологу Василисе Володиной Высокого мнения о себе красная шапочка Может поэтому одна? Высокого мнения Ну во-первых 19 лет это еще точно не тот возраст Когда можно говорить о тотальном одиночестве И о том что у женщины не сложилась личная жизнь Как раз это та ситуация в которой все еще только начинается И наверное если бы было богатое прошлое Мы бы могли усомниться А так практически чистый лист Я считаю что идеальный материал для нашей программы Симпатично Симпатично да Как тебе невеста Роза? Невеста хорошая Конечно рановато-то в 19 Но послужной скажем список неплохой Хорошие родители Образование получает достойно Мужчин собственно говоря Как бы по критериям выбирает вроде бы как правильных Но то что вот конечно вот так одевается Ну не гоже девушке В принципе челки это нормально Завлечь потенциального жениха А вы вот когда на серого волка-то напали В лесу Вы в таком же вот были прикиде? Нет я была только на каблуках В платьице которая будет подлиннее чем данный вариант одежды Почему вы так от него отпрыгнули-то? Что за история? Ну история была следующим образом Что я ехала к своей бабушке Она у меня живет в деревне Ну я поехала на последней электричке Вот соответственно дорога была долгая Через лес, дебри Сами понимаете там разные люди попадаются на пути Вот А пирожок и горшочек масла прихватила тоже, да? Да Как настоящая красная шапочка Пирожки это самое главное И вот присела на пенек Слышите шаги? Да, слышу шаги И чье-то сопение Я очень сильно испугалась Потому что все-таки очень темно было И не знаешь как себя вести в подобного рода ситуации Но все-таки я досчитала до 10 И смогла резко повернуться И сказала ему Ах, это ты? А я думала ты маньяк Он очень оторопел Меня научили родители, что Нужно, скажем так Застать человека врасплох И тем самым И предложил донести вам К бабушке пирожок и горшочек масла Да Да? Это все, что произошло, милая красная шапочка С вами за 19 лет? Касательно встречи в лесу, да Хорошо, мальчики, еще впереди Да, они здесь сидят А почему вы не нравитесь мамам ваших молодых людей? Как вы думаете? Скажем так, я не могу сказать, что я конкретно не нравлюсь Мамам молодых людей Потому что знакомство как таковое В мои 19 лет у меня было только с одной женщиной Мамой малого молодого человека, бывшего Наверное, я не понравилась ей Потому что она очень любила своего сына И она воспринимала только свое мнение Приоритетнее чего-либо другого Смотри, хорошо говорит, прям хорошо говорит А молодому человеку сколько было лет? Он был на 4 года, меня старше Может быть, она посчитала, что ему в принципе еще рано заводить серьезные отношения? А она прям показала свою эфи, да, по отношению к вам? Да, конкретно, наверное, все-таки нет Словами нет Ну просто можно либо говорить что-то словами Но при этом какими-то действиями, мимикой, выражением Вы считаете себя карьеристкой? На данном этапе нет, я всего лишь учусь Но в будущем я бы хотела больше посвящать себя карьере Нет, ну видно, что она ничего не боится Думаете, экстрим для нее близок? С парашюта прыгнула бы А вы хотите сделать карьер на телевидении? Да Вы хотите быть соведущей Андрюши Малаховы? Ну скажем так, я была бы не против Когда она из нее замуж хочет Замуж я за него не планирую и не хочу А идеал у нее Андрей Малахов, да, я насколько понимаю? Идеал? Потому что быстро говорит Скорее всего, да А Мария Анна, кто вам это имя придумал? Придумали мне мое имя родители Родители, наверное, на море отдыхали часто В августе Вы прям по паспорту море Анна, да? Да, все верно На море вас, наверное, зачали? Нет, зачинали мне, наверное, все-таки не на море Но знакомство моих родителей произошло на море А бабушка моей мамы, ее звали Анной И мой отец, будучи романтиком, придумал данное имя Девочка любит ездить наверняка на море Миша, держись Придется тебе отрабатывать А вот у меня вопрос У нас вон по коридору очень много восстанций находит Молодых людей, которые хотят стать звездами А вот что для этого нужно? Действительно, способность пробиваться Или, может быть, талант все-таки нужен? Вот как ты считаешь? Что? Все сразу, в том числе и обстоятельства Ну вот, например, в случае с Марианой Я сразу могу сказать Что собственной возможности сделать блистательную карьеру у нее нет В гороскопе управитель МЦ, то есть управитель профессии, расположен достаточно слабой позицией Скорее всего, мега-звездой вы не станете Интересно, она сама это платье себе подобрала, вот в котором она сейчас? Я думаю, она его шила Шила сама? Особенно чулки Вы сейчас практически на полном содержании своих родителей Я подрабатываю, если у меня есть свободное время между учебой, я занимаюсь некой подработкой Она не ляжет мертвым грузом на шею Но она вообще ничего не говорила про то, что ей там нужны деньги от мужчин Да, это здорово То есть она самостоятельно развивается, ей это нравится Ну, какие вы там подработки делали? Ну, нет, это же неплохо, что родители помогают своей дочери И правильно, потом муж будет помогать Сколько вам родители дают в месяц, чтобы мужу было, ну, будущему, мужу было понятно Или жениху, вот этот букет на шоколадный период Сколько тратится? Потому что, поверьте, многие пары распались из-за того, я имею в виду мужчины Что это достаточно дорогое удовольствие для мужчины Если посчитать, сколько денег на это уходит Для меня это очень актуальный вопрос сегодня Заканчивает, заканчивает, да, вот представляешь Некоторые потом говорят, ну все, деньги кончились, еще куда дальше Вам сколько родители дают в месяц на содержание? Скажем так, мне дают на руки деньги на еду, которую я кушаю Ну, сколько дают? Да, дают, ну, где-то 500 рублей в день 500 рублей в день Молодцы, немного Все хорошо, проживете вдвоем на эти деньги Миша, ты работаешь тысячу рублей в день Двоих хватает Вот я вам искренне советую человека яркого найти, но по-настоящему яркого Потому что вы так устроены, как настоящая дева У вас не очень много внутреннего огня А у вас очень сильные знаки девы и льва вместе в гороскопе Вот если вы сумеете найти человека, которому сможете по-настоящему служить, отдаваться и оцените его Не собой произведете впечатление и пустите пыль в глаза А найдете человека по-настоящему ценного, за которым сможете идти Свой идеал, может быть, своего идола Я вам искренне это желаю И искренне желаю зауважать мужчин так, чтобы пойти за одним из них Вот Я думаю, что человека ценного она найдет вот в этой комнате Да, да Я вам совершенно не желаю выйти замуж в 19 лет Я вам от всего сердца желаю повстречаться с мужчинами разными Наделать ошибок Провести анализ Чтобы вы превратились в зрелую, в опытную женщину И только после этого уже думать о муже и детях Потому что иначе вы нагородите столько вот с вашим темпераментом дел И вам это абсолютно не нужно Поэтому, если сегодня встретите мужчину достойного, мы вам поможем Не все золото, что блестит Не торопитесь, не бегите замуж Если вы занимаетесь своим образованием, это здорово, это хорошо Делайте карьеру, все должно быть поэтапно Но она очень серьезная Она очень серьезная, и тебе нужно ее будет развеселить, Миша, обязательно Для вас единственный ориентир Потому что вы молоды Никогда не выбирайте мужчину Даже если изначально вам так кажется, что дискомфортно Первое впечатление всегда важно Не берите мужчину, с которым некомфортно Вот ищите мужчину, с которым просто будет комфортно Вот самый простенький такой ориентир для вашей молодости Сегодня я должна встретить достойного мужчину Спортсмена, красавца Вот он здесь уже Ведущего Да Необычного Необычного Из одних плюсов состоящего Необычный человек Вот он здесь Безвредных привычек Берите его После рекламы женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты Оставайтесь с нами АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Давай поженимся» У нас в студии Марья Анна Идите, знакомьтесь с первым женихом Удачам АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Марья Анна Привет Здравствуй Меня зовут Павел. Мне кажется, наша встреча с тобой сегодня не случайна. В твоих руках может оказаться сердце музыканта. Спасибо. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Я хочу представить вам своих друзей. Это Валерия и Матвей. Очень приятно. Давайте посмотрим на вас. Павел, 23 года. Барабанщик в рок-группе. Ездит на отечественном автомобиле, читает киноафишу и готов продать родину за запеканку с мясом. Не позволит будущей жене дружить с мужчинами. Возлюбленная Павла отказалась знакомить его со своими друзьями, заявив, что он придется им не по душе. Обиделся и предложил расстаться. Надеется, что Марьянна не будет его стесняться. Мне кажется, Павел один, потому что он абсолютный мечтатель, который влюбляется в реалисток, и они его всерьез не воспринимают. Ты права в том, что влюбляется в реалисток. Действительно, ему нравятся девушки, крепко стоящие ногами на земле. Но он не такой уж мечтатель, я бы сказала, по крайней мере, это не мечтательность, переходящая в болезненные фантазии. Абсолютно все по возрасту. Ему нравятся серьезные девушки. Никогда бы не сказала. По взгляду, по крайней мере, нет. Роза, как тебе жених? Ну, молодой, фантазер. Профессия какая-то странная. Это вот папа-палочка-ударятель, как говорится. Ну, это я так понимаю. Ну, вот невеста его что-то меня смущает, стеснялись. Что ж там такое? У нас вон будущая, как говорится, звезда. Не будет ли она переживать по этому поводу? И с финансами тоже не особо. А вы, кстати, на свою территорию мужа-то пустите? Я думаю, нет. Я готова создавать что-то вместе с человеком, но никоим образом не опускать его на свою территорию. Ну, он просто еще, наверное... На деньги начали давить, где жить, на что жить. То есть у него своя квартира должна быть? Я предполагаю, что да, или какими-то общими усилиями накоплено. Нашими, ну, как бы... А, значит, жить он с вами не будет, он будет где-то жить в другом месте, пока вы не накопите на общий жилье. Ну, можно же снимать. Так, минус один. Минус один, нет, в любом случае это не вариант. Может, вы просто боитесь друг другу надоесть или как? Нет, я не считаю. А вы считаете это нормально? В 19 лет, не успев приглядеться друг к другу, уже сразу совместно проживать? Нет, я как бы это прекрасно понимаю, но я боюсь то, что и в будущем так и же будет. Разве в 40-30 лет это нормально, жить в разных квартирах? Нет, в 40, в 19 это все-таки разно. Нет, но я понимаю, пожалуйста. Мне тоже кажется, что на первом... А вы квартирку-то имейте сначала, а потом уже рассуждаете. Нет, просто... Да, я думаю, что этот парень, он не сможет пока ей дать того, чего он хочет. Он сам себя ищет. Павел, у меня вот какой к вам вопрос. Марианна хочет построить головокружительную карьеру на ТВ. Вы не боитесь в ее тени-то затеряться, или вы сами с усами? На самом деле, я не боюсь затеряться в тени Марианны, потому что и сам тоже имею какие-то свои мечты, к которым стремлюсь. Получается что-то? Да, получается. Мы играем, смотрим, и вместе с ребятами еще у нас свой коллектив, рок-группа. Мы с концертами ездим по России. То есть этим зарабатываете, да? Да. Музыкант. Музыкант? Никому не нужны музыканты. А не помешает вам жена, допустим, вот, потому что у вас должны быть какие-то фотосессии, все время какие-то презентации, гастроли, и, наверное, директор вам жесткий график составила, а семья все-таки нужно присутствовать какое-то время, обязательства, там могут детки родиться. Это вопрос спорный. Я, насколько я знаю, Марианна увлекается журналистикой. Да. Карьера музыканты. Карьера музыканты тоже как-то все время соприкасается со средствами массовой информации. Поэтому, я думаю, здесь можно очень как-то такой... Мне так смешно, мы говорим в теории абсолютно про гастроли начинающего музыкального коллектива и про их жесткий график, про то, про серьезное занятие Марианной журналистикой, которая только начинает учиться. Мне кажется, что это все как раз из области фантазии. Почему вас ваша девушка стыдилась знакомить со своими друзьями? Что там за история? Может быть, я слишком требовательный к ней был в том плане, что... К друзьям? Скорее, не к друзьям, а к ее каким-то вредным привычкам. А что за вредные привычки-то? Ну, там, курить. Пивко, наверное, да? Ну, так, чуть-чуть, может. В общем, парень не подянет, как я и говорил. Парень не подянет, но... Просто еще в себе. Нет вот этой мужской уверенности. Которой перекрывает все. Скажите честно, Павел, а вы действительно хотите жениться? И вы считаете, что уже пора? Мне кажется, как-то сердце само подскажет. Если вот Марианна придет в таком наряде в ваш дом, познакомиться с вашей мамой, или хотя бы на Новый год даже, ну вот в стрингах и в такой короткой юбке. Наряд очень необычный, я бы даже сказал, мягко говоря. Но это опять же... Вот сейчас мы первый раз ее видим, да? Не зная человека, как-то сразу составить мнение. Вот я, например, не знаю человека, но первый раз я увидела, и ты думаешь, какое отчаяние должно быть внутри, чтобы просто даже согласиться надеть вот такое платье? Смелость. А в чем смелость? Эпатаж. Я думаю, это образ она выбрала и поярче, и молодец, и не побоялась. Ребята, а как вы отдыхаете? По-разному. Мы любим играть в баскетбол, то есть какие-то все равно здоровый, активный образ жизни. Вы без дурных привычек не курите? У меня в семье никто не курит, не бьет, поэтому с этим проблем нет. Ты видишь, как здорово умеешь, как раз у тебя тоже нет вредных привычек. Вот, идеальный мужчина. А вы как отдыхаете? Я отдыхаю активным образом жизни, я часто путешествую, я люблю куда-нибудь ездить, отдыхать, и, в принципе, занимать спортом. Ну, например, в Грецию, в этом году лично отдыхать в Испанию. С родителями? Да, с родителями. Ты готов, Миша, с родителями познакомиться? Конечно. Ну, смотрите, если вы вместе с Марианной начнете жить, то родители вправе сказать, Марианна, это твой выбор, ты взрослый, ты самостоятельная, значит, выкручивайся сама. Никаких 500 рублей в день на покушать не будет. Вы можете взять на себя вот эту сторону? Я думаю, да. Обеспечить? Сможете, да? Ну, 500 рублей в день на покушать, я думаю, да. Видишь, только 500 рублей в день. 500 рублей, все. Поела, картошки свалит. По минимуму. Ну, это я так, как бы, да. Потому что раз не хватит ей чего-то, она побежит к маме с папой второй раз, а потом, глядя, сейчас станется там. Я сама буду зарабатывать и... Ну, вы будете зарабатывать через какое-то время, вы же сейчас студентка. Это, да, я закончу учебное заведение, более... Нет, ну почему, я тоже хочу сейчас уже начать работать по мере того, как могу. У меня разговор короткий. Сухой паёк, 100 рублей в день. Нормально. Ну, давайте доставим сейчас приятное Мариане и покажем сюрприз, который вы приготовили. Ну что, Миш, готов смотреть? Посмотрим, посмотрим. Сюрприз ни о чём. Сыграю для тебя. Сюрприз ни о чём. 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 Гений, браво! Просто браво! Спасибо вам, не ожидала, честно. Хороший сюрприз, да. Серьёзно. Моё восхищение. Проходите в свою комнату. Ну как, ты сильно волновался? Да, волновался вообще. Да ладно тебе, что ты. И как впечатление о Павле, девочке? Ну, впечатление в целом сложилось достаточно хорошее, да, то есть человек творческий. Я считаю, что взаимопонимание с Марианой будет на уровне. Вопрос в том, она тебе понравилась? Внешне понравилась. Он кажется человеком достаточно целеустремлённым, но, мне кажется, он не настолько уверен в себе, чтобы завоевать Мариану. Мне кажется, что она сильнее его. В чём? Ну, в характере. Как-то, мне кажется, что даже если их вместе поставить, это будет не тот человек, который поможет тебе как-то, может быть, стать известной, ради которого ты пойдёшь на многое, чтобы быть вместе с ним. Не падает, конечно. Ну, о чём-то хотели бы ты. Вас слушаю, Марианна. Мне кажется, это очень интересный молодой человек, с которым было бы очень увлекательно пообщаться, и можно будет узнать очень много нового и интересного. Помимо того, что мне Павел очень понравился внешне, он правильно рассуждает в свои 23 года, он очень обаятельный, внимательный, разумный, и я вижу большую перспективу. К нам все же приходят творческие. Хватило вот одной минуты, то, что он показал, конечно же, он очень одарённый музыкант. Я это... не обманешь. Вот смотри, видишь её выражение лица, у неё вообще это сам не играет, лицо не улыбается, да? Ну, конечно, Павел не готов стать с мужем, потому что решать проблемы и экспериментировать, у меня всё время поражает, когда молодёжь говорит, надо будет попробовать. Ну, попробуй, что вы попробовали, вот что вы попробовали. Результат будет тот же сам, потому что зарабатывать вы ещё не умеете, потому что учитесь на это нужно время, и ничего особо нет, кроме родительского. Поэтому пробовать нечего. Пусть Паша придёт к нам, когда состоится как мужчина, как он профессии, будет и квартиры, будет невеста куда привезти и... Роза, я редко с тобой не соглашаюсь, очень редко. Вот сейчас тот самый момент, я не согласна. Если бы все ждали того момента, когда уже и дома, и квартиры будут стоять, и деньги будут заработаны, и мебель, и машина, дети бы рождались после 40, а это ненормально. А поздние дети, они более талантливые, чтобы узнали. Поздние дети, они более избалованные. Они сейчас пока не собираются жениться, поэтому им сейчас не нужны квартиры, им не нужно какое-то обеспечение под это. Первое время люди вполне могут встречаться и получать удовольствие, проживать эту жизнь чудесно. Так пусть покажет свои намерения мужские, ну, ё-моё, что только на барабане играть. Так он же говорит здесь. Так ну что, извините, ждать нам ещё, да, сколько там это, через пять лет. Астрологическое мнение, да. Павел прекрасен, он очень цельная натура, я могу сказать, что его в жизни ждёт не только радости, но и трудности, к сожалению для меня. И гороскоп не самый простой человек, внутри себя противоречивый, но он уже в столь юном возрасте показал настоящую цельность, очень серьёзный. Отлично, замечательно, вот, вот это вот потрясающее резюме. К сожалению, любят женщин вашего типа, именно к сожалению, потому что, на мой взгляд, вы сейчас пока не дотянули до такого партнёра, как он. Но с точки зрения темперамента, если бы вы встретились в другой одежде, в другом макияже, я думаю, что вы имели бы шанс ему понравиться. Если бы они встретились по-другому в этой жизни, то они вполне могли бы хорошо общаться. Знаешь, потом она сейчас снимет платье, по-другому встретиться, если захотят. Естественно. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днём и ночью. Новая встреча через несколько минут, не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Марианна». Идите, знакомьтесь со вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Очень рад знакомству, Марианна. Надеюсь, вы умеете готовить. Я люблю вкусно поесть. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, знакомишься? Здравствуйте. Очень приятно. Я люблю вкусно поесть. Ну, это ужас вообще. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Кто пришёл поддержать вас? Это мои друзья Иван и Ксения. Очень приятно. И давайте на нас посмотрим. Виталий. 27 лет. Брокер. Играет на саксофоне, не расстаётся с калькулятором, коллекционирует спичечные коробки и читает биржевые новости. Признаётся, что не умеет прощать обиды. Виталий не намерен растрачивать себя на неперспективные амурные приключения и уже несколько лет томится в одиночестве. Надеется, что Марья Анна именно та, кого она ищет. Ну, мне это понятно. Злопамятная, обидчивая в этом проблема. Нет, я считаю, что слишком прагматичный. Игороскоп про это говорит. Слишком сильная земля. Перед нами классический представитель мужчин, который разделяет любовь и брак. Вот есть любимая женщина. Ну, скажем так, просто лёгкое знакомство, которое ни к чему не обязывает. Если не обязывает, то вовсе не надо о ней заботиться. А если это серьёзное отношение брака, то она и сама не захочет много. Вот я думаю, что таким образом жёсткость какая-то, слишком большая прямолинейность, не к месту принципиальность в нём сочетаются. Вот поэтому до сих пор один. Всё, он любит поесть. Вот посмотри, посмотрите, у него... Дерег позырить. Да, посмотреть, посидеть, попить пиво с друзьями. Роза, а тебе нравится жених? Хороший жених, да. Он такой вот добротный, правильный. И вы смотрите, уважил, в галстуке пришёл, в рубашке хороший. Более того, основательно изменять не будет. Ну и что же там это, любовь это? У мужчин свои приоритеты в браке, но зато заботливые. Тратья-то на жену будет, а не на каких-то пивчатах. Иди, вроде, такой уверенный мужик, так как вы, да, теперь спектабельно обеспеченный. А что, хозяйственная книга, правильно. Вот хотя бы пусть муж тогда ведёт эту книгу, если жена не способна. Денежки, правда, считать надо, правда, они счёт любят. Сто процентов будет считать всё за ней. Я человек творческий, 10 лет отдал этому. Сначала я искал себя по жизни. Сначала я отдал себя саксофону. Искал образы. И когда играл наедине в кабинете закрытый, как раз думал о том, что я когда-то встречу свою любимую, и как раз для неё я играю. Калькулятор это тогда уже, после 27 лет, когда ты уже понимаешь, что такое деньги. Когда ты каждый свой шаг взвешиваешь. Сначала ты отложил... Ой, какой молодец, нам с Розой это нравится. А только потом... Но у вас была девушка, что за проблемы были с ней связаны? Проблем с девушками никогда не было. Был хороший опыт с порядочной, интересной девушкой. Мы дружили 16 до 20 лет. Узнали все этапы построения отношений. Поняли, что, по крайней мере, я понял, что ей надо жениться, а мне надо идти и зарабатывать себе на жизнь, и строить свою жизнь, и понимать... Потому что вы, мой дорогой, решили, что до 25 лет, пока мужчина не стоит твёрдо на ногах, жениться рано. Что правильно? Можно и до 30. Человек-прагматика. Ему больше ничего не надо. Посчитать на калькуляторе, сколько что стоит. Здорово. Подешевле выбрать, да? А не получится так, что сначала до 25 лет себе давали отмазку, теперь до 30, потом до 35, и так не женится. Когда-то будет что предложить жене? У меня консервативная семья. Мама всё же живёт своим отцом 30 лет. Папа у неё единственный мужчина в жизни. В связи с этим вопросик приходит к вам Марьяна на 8 марта и приносит пирожок и горшочек масла. И дарит папе. И такой низкий-низкий поклон в профиль. Так раз, хлеб да соль типа. И мама сзади. Нет, мама всегда очень... У меня мама душевная. Она с радостью, доверяя моему вкусу, и понимает, что если я приглашаю кого-то домой, значит, надо встречать с хлебом с солью. Обязательно. И без этого никак. Всё-таки я считаю, что в 30 лет человек должен быть уже каким-то самостоятельным и к чему-то стремиться. И уж точно жить отдельно от мамы. А вы считаете, если девушка пока... И у вас с ней не серьёзные отношения, она не в статусе вашей невесты официальной, стоит на неё тратиться или можно цветочками ограничить? Вполне возможно, стоит, если доставляет те эмоции. Когда ты видишь, что человеку приятно, почему нет? Для вас существуют чужие желания, а не свои. Или даже по-другому сформулирую вопрос. В браке представьте. Супруге хочется одного, но вы понимаете, что для интересов семьи было бы лучше отложить эти деньги не на поездку, а на постройку дачи, например. Как вы считаете, супруги должны смирять свои интересы ради общего, единого? Или всё-таки допускаются какие-то личные пространства, личные желания и интересы? Лучше съездить вместе отдохнуть, потому что после этого отдыха будут силы для того, чтобы накопить на дачу себя за один месяц. А в вашей семье принято дарить без повода маме подарки, цветы? Вот папа как? Папа, к сожалению, иногда бывает на 8 марта, на Новый год, на день рождения. Для меня, например, я по-другому люблю. Да так же будет. Спасибо. Ну покажите то, что вы приготовили. Мне нужно приготовиться. Давайте блатнём чая за то, чтобы выиграл Паша. Пожалуйста, Мариана, пройдите. Для вас приготовили сюрприз. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо большое. У меня тоже есть для тебя сюрприз. Возьми этот пирожок, там для тебя послание от меня. В комнате попробуй. Слушай, ну она пирожком его угостила уже. То есть отметила так, да? Спасибо большое. Проходите в комнату к своему другу. Молодец, молодец, молодец. Все очень хорошо. Мария и Анастасия, как вам жених? Мне кажется, это была бы неплохая партия, поскольку он, если будет с тобой, то он всегда будет вместе с тобой. И будет заботиться о тебе. Девочка хорошая. Да, да, да. Она испугалась немножко. Ну вот что-то мы не раскрылись. Не раскрылись, да. Но при этом, да, на мой взгляд, он достаточно прагматичный человек. А Марияне, мне кажется, будет сложно с таким жить. Потому что Марияна личность у нас яркая, разносторонняя. Односторонняя, и ей нужен человек, который не будет жить одним днем, который будет загадывать дальше что-то. Вкусный? Твердый. Твердый. Плохо печатают пирожки. Твердый пирожок. Из Питера долго везли. Плюс ко всему, Марияна достаточно иногда бывает непредсказуемой девушкой, а претендент, да, на мой взгляд, возможно, немножко скучного. Приучиться быть немножко предсказуемой, значит, немножко противое нужно сдержать. Это мама с папой любят абсолютно по факту рождения вашего. А на мужа нужно производить впечатление. Под мужа нужно подстраиваться, мужу нужно нравиться. Мужу нужно быть удобной и приятной, чтобы он от вас никуда не загулял. Но при этом... Мужу должно быть в семье с вами хорошо, легко и предсказуемо. Вы должны его приручить, приучить к хорошему. Он должен знать, что сейчас придет домой и получит то-то, то-то, то. Ему должно быть приятно идти. А если он будет в страхе идти и не знать, что там его ожидает, может и мимо дома куда-то. При этом, на мой взгляд, не стоит забывать о своей какой-то индивидуальности. Также и в череду, да, предсказуемых дней вносить что-то новое. А вот подругам ее кто нужен? Молодой мальчик? Подруги вообще, на самом деле, может быть, и... Ни о чем. Подруги сами без опыта. А вы что увидели? Мне кажется, это очень достаточно интеллигентный мужчина, с какими-то планами на будущее. И мне кажется, что он сможет чего-то добиться в этой жизни. Спасибо, Роза. Вот, смотрите, Виталий, хороший жених, вот то, о чем я и говорила. Человек уже к 27 годам что-то приобрел. Помимо того, что у него в голове, в общем-то, все правильно устроено. И денежку копит, и профессии есть. Пожалуйста, хотите, вам там тарантатан поиграет и так далее. Хороший жених, пробросать. Она не знает просто, что ей надо еще, вот и все. Милая моя, сейчас в 19 скажет, что ой, вся жизнь впереди. Пробросайтесь, милая моя, пробросайтесь. Да, мне Виталий понравился. Я так понимаю, что он может быть и тяжеловат в каких-то ситуациях, и мало сговорчив, и уперт. Ну, знаете, имеет право, и под такого можно подстроиться. Взрослый. Взрослый, да, но маловероятно, что сопьется, скурится, потому что у него есть отдушина. И мне кажется, все скандалы он будет вот в каких-то своих таких агрессивных произведениях. Сублимация пойдет куда-нибудь в кабинет, поиграет на саксофоне, и вам не достанется по первое число. Хороший парень. Ну, тяжеловат характер, Лариса, я бы сказала, это очень легко сказано. Квадраты Плутона и Сатурна к Солнцу. Человек действительно непростой по характеру. И от женщины своей будет ждать, ну не то чтобы беспрекословного подчинения, он будет ждать, чтобы жена разделила с ним его жизнь. И на самом деле это абсолютно нормально. О, конечно. Мужчине нужно, чтобы женщина разделила с ним его жизнь. Да, вот прямо про тебя. Он не готов быть той стеной, которую женщина просто от всего прикроет. Он будет рад, если вы встанете рядом с ним вместе. Но, по-моему, это достойная позиция, это уже достойное отношение к женщине. Ну и такой стиль построения жизни, что ли. Да, он будет ждать от вас партнерских отношений. Да, свои собственные интересы вы сможете забыть в этом союзе. Но мне кажется, что этот союз способен быть настолько прочным, что он именно этим интересен. Если она хочет серьезных отношений, то ты идеальная пара для нее. Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай уваженимся». Я предлагаю Марианне встретиться с третьим женихом. Удачи вам. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Такая классная «Хочу тебя съесть». Спасибо. Заметьте, не как предыдущий конкурент. Пообщаемся, познакомимся? Конечно. Буду очень рада. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это уже слишком. А что слишком? Парень веселый, он поймал ее сейчас вообще. Ну, поймал, но извини меня сразу сказать, я тебя съем. Это уже намекается на что-то другое. Здравствуйте, с кем вы? Я с друзьями. Мои лучшие друзья. Александр и Антон. Очень приятно. Мы занимаемся творчеством вместе. Это мои коллеги, это моя опора. Ну, само собой, они пришли поддержать меня. В моем нелегком деле. Давайте на вас посмотрим. Михаил, 30 лет. Ведущий корпоративов. Скачет по проспектам на Бокинге, готовит чечевицу с телятиной и читает Тургенева. Мечтает отметить свой день рождения в Дубае. Жена Михаила покаялась ему в измене, и он ее простил. Но спустя два года осознал, что доверия в их семье больше нет. Надеется, что Марианна не станет терзать его ненужными признаниями. Ну, понятно, Василиса. Обжегся на молоке, дует на воду, да? Потерял доверие у женщин. На самом деле, Михаил человек увлекающийся. Я думаю, что даже если с одной женщиной обжегся, он с радостью кинется в отношения другие. Я не назвала бы и вас абсолютным однолюбым. Способны хранить верность? Я думаю, что в течение жизни такие мужчины несколько раз увлекаются очень сильно. Поэтому жена была, я думаю, не в последний случай. У него очень внешность такая отпугивающая. Роза, как тебе жених? Ой, Лария, жених какой-то мутный. Пристроить его к нашей невесте, если мы просто уболтаем, то только в таком случае можно пристроить. А что, к 30 годам ни котенка, ни ребенка, ни квартиры, мечты какие-то. У нас одна мечтательница сидит, ну ладно, ей 19, а это 30-ник. Театральная, если что за мечта такая? У жена как-то приспосабливается, работа какая-то странноватая. Ни руками, ни головой, ни по мечту, вообще не понять, чем деньги зарабатывают. И что дальше будет? Ой, не знаю, не знаю. Нет, ну может она творческая личность, но мне кажется, она и не пара. Ну что-то не то. А что это за бокинг, на котором вы скачете по проспекту? А что это такое? Это экстремальный вид спорта, прыгаем на таких джампах, высоту до 3 метров, скорость набираем 40 км в час. То есть очень быстро, очень грациозно, очень красиво. А от жены так можете тоже вот так раз и через забор? Нет, наоборот, приспособил бы. А где прыгаете-то? Везде, где придется. Да по Москве по улицам скачут розы, неужели ты не смотришь? Да разве можно, это же опасно. Согласен. Коляськой там идешь. Зато, зато всплески адреналина... Ну вот видишь, я ж реально о чем говорю. А вы будете создать аварийную ситуацию? Нет. Нет, да? Я контролирую процесс. И на самом деле, скажем так, это менее травматично, чем на роликах. На чем он скачет? Тусуется. Вот. Адреналин и шляпи. Потому что время занять нечем. Михаил, а через сколько времени после свадьбы ваша жена вам изменила? И как вы узнали об этом? Спустя год. Но это была ошибка по той причине, что мне было 18 лет на тот момент. Она была старше меня. А ей сколько? На год? Да. Ну, это не возраст. А при каких обстоятельствах она призналась-то в этом? Сама. Честно. Прямо ни с того ни с сего? Честно. Трезвая? Да. Просто сказала, Миша, тебе настало рага? Ну, может быть, она... Плакала, плакала, да. Может быть, она провоцировала на какие-то эмоции или на ревность? Возможно, возможно. Но спрашиваю, что такое, как что. Ну, вы сами понимаете то, что любой мужчина, в первую очередь, он чувствует. То есть и в этом я, допустим, обладаю такой интуицией. То есть я понимаю, что что-то не то. Вы ее увидели, как она целовалась. Сначала вы ее долго выслеживали. Я... И выследили, и увидели, что она там стоит, обжимается с каким-то парнем. Да, верно. А после этого только вы дождались, когда она придет домой, и спросили, Клава, правда была? Она сказала, ну да. Да, да, да. А почему морду не добили? Почему из кустов не выпрыгнули? А почему я должен бить морду этому парню, когда она виновата? Это ее выбор. И в первую очередь, бить сложно было бы, наверное, ее. Ну, а вы бы ей уже чемодан подготовили бы с вещами и сказали, вот тебе порог. А-а-а, так и произошло. Ну, нет у него этой целеустремленности какой-то. Он творческая личность, но творческая личность, когда 19, это одно, а когда 30, это совершенно другое. Ну, вы ее простили. Да, я простил. Первый раз. Но все равно эта ревность потом в течение какого-то времени разведала. Недели, точно, не помню, но само собой это все сыграло. Но ведь прожили еще два года. Не прожили, просто были в браке. Не разведены. А жили по-разному? Да, жили. То есть я уехал. Не смогли простить? Нет. Надо было, короче, набить морду, ее домой отправить, сказать... Так бы сделал настоящий мужчина. Голодный поел к тебе на неделю. Пусть подумают. А вы как относитесь к изменам, вообще ревность, что для вас? Ну, я не считаю, что измена должна приветствоваться, но при этом у человека есть всегда свой выбор. И если человек так решил, значит, так и должно быть. Я считаю так. Решил что? Сходить налево? Да, если люди еще не в браке, значит, это, в принципе, люди находятся в стадии выбора. Но у вас еще была одна девушка, с которой вы прожили 5 лет, и она вам тоже изменила? Да, на те же самые грабли наступил. Ну, почему, как вы думаете, не анализировали, выводы не делали? Возможно, какая-то причина во мне. Так вот, просто задали его вопрос. Скажи, милая, мы все равно с тобой расстанемся. У меня на будущее. Я два раза наступил на одни и те же грабли. Что во мне не так? Просто подскажи, ну, по старой дружбе. Знаете, что ответил? Что? Плакала и говорила, ты хороший, я дура. Что можно ответить? Больше ничего. И не простили опять, да? Нет. Все ошибки мужчины идут изнутри. А вот Мариану стали бы ревновать? Конечно. Ты как такую девушку не ревновать? Она у нас вообще тусовочная. Но, опять же, ревности разные бывают, согласитесь, да? И ревновать к столбу к каждому, да? Ну, тут уж. А, то есть вы будете ждать уже конкретно. Может быть, как раз в этом ваша причина? Нет. Что вы сначала так смотрите, а будет, не будет. Потом, а, начинает. Может быть, изначально вообще уже просто поговорить, сказать, я человек не ревнивый. Вот я хочу, чтобы ты вот этого не делал, этого не делал. Потому что вот не устраивай, давай лучше отношения не строить. Я согласен. А вы ходите как-то из-под тяжка. Все партии у меня были творческие. То есть, и само собой, я принимаю человека такой, какой он есть. Он прям какой-то следит за девушками, выслеживает, куда она ходит. Опасный. Мутный, точно. Михаил, а у вас есть какие-то требования к будущей избраннице? Может быть, есть какие-то скелеты в шкафу, о чем хотелось бы сейчас на берегу рассказать? Ну, конечно, в первую очередь хочется, чтобы она была, уделяла мне достаточно много внимания своего личного. Была нежной, заботливой, ласковой. Чтобы утром, допустим, приготовить завтра к элементарам, да, бутерброды. После работы был приготовлен ужин. То есть, я не ищу домохозяйку, потому что я сам тоже могу приготовить. А что вы так вдруг начинаете оправдываться? Это нормально. Ну, все же. Муж приходит уставшим домой, но он готов к этой ситуации. Он раз быстренько все приготовил сам или разогрел. Какие проблемы, ты умеешь готовить? Что он-то и делал. А у вас съемная квартира, да? Да. Заработки как потопаешь, так и полопаешь. Само собой. Вы не у станка стоите. Девушка у нас привыкла жить в хороших условиях. Сколько у вас заработок составляет? Ну, смотрите, даже если я, вот на данный момент, я занят два месяца вперед. То есть, распланированы все пятницы и субботы. Сколько у вас заработок? Я стою, как ведущий, 30 тысяч рублей. И вы можете сделать вывод, сколько я получаю. Спасибо. Покажите то, что вы приготовили. Для того, чтобы приготовить сюрприз, мне нужно немножечко время переодеться. Спасибо. У него распланированы все пятницы и субботы. Невозможно. От 30 тысяч он и не прокормит. Михаил, конечно, прекрасно владеет тем, что называется искусством самопрезентации. Но в нем вот это профессиональное ведение мероприятия постоянно проскальзывает. Какой он человек без этого, вот без этой маски? Он добрый. Он очень добрый. И на самом деле искренне, когда вот эта вот маска спадает, когда чуть больше начинаешь с ним общаться, сидишь в какой-то неформальной обстановке, он бесконечное количество историй рассказывает, потому что у него такой богатый жизненный опыт и работу накладывает. Ну, плюс он еще романтик. Я хотел бы добавить, потому что человек просто нереально романтическая натура. Он может совершить какой-то там поступок для девушки такой, что... А вот если он устает, то вот как он себя ведет в усталости? Ему надо прилечь там, или наоборот он активно что-то делает, или уходит в тишину. Михаил такая натура, да, он всегда-всегда активен. То есть даже когда он устает, да, немножко спадает эта активность, но тем не менее она присутствует. Ну, несерьезный какой-то. Вроде бы взрослый, но не с ним... Жиган. Вот. Пожалуйста, проходите, для вас приготовили сюрприз. Я научу тебя быстро бегать и высоко прыгать от всякого рода злых дровосеков. Хочешь? Давай. К примеру, вот так вот. Неужели она этим постоянно занимается? Снимай-то. Может, не надо? Давай, давай. Вы говорили, что вы лихая, дерзкая и разносторонняя. Давайте. Это не страшно. Это жесть будет. Я вот на этих джамперах сам имел опыт. Недавно. Она босиком. Она босиком. Ей трудно будет стоять, она ногу не будет чувствовать, она будет ездить. Все, поднимаю. Давай, думаешь? Делаешь. Давай. Боже мой. Смотри. Давай, давай. Поделай. Мне кажется. Не упадешь. Не, не, не. Она сейчас тебя будет держать. Я бы на такое вообще не согласилась. Твоя обаятельность ее спасет. Перешагивай. Топчемся. Топчемся. Просто топчемся. Просто топчись. Топчись. На месте. Поднимай. Поднимай, поднимай. Ноги держи широко. Широко держи ноги. Широко. Поднимай, поднимай. Поднимай. Не бойся. Не стой на месте. Вот самая главная задача. Не стоять на месте. АПЛОДИСМЕНТЫ Держись, держись, я тебя держу. Хватит. Я думаю, достаточно. Остальное за деньги. Виш, нашел ключ к ее сердцу. Марина, комфортно ли вам было? Не очень. Наверное, в силу моего внешнего вида на данный момент. Вот я так думаю, что если бы вы по Тверской бы так проскакали, то, кстати, красной шапочкой. Я даже не могу представить себе. Результата? Нет, не результата. Она до себя какого-то первого. А я думаю, забрали бы вас полицейские или нет? Ну, если бы доскакали до нее, догнали бы. Да я думаю, догнали бы, догнали, конечно. О, я на Тверской видел такое. О, ты там видел? Стой, 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 стой. На тебе от меня небольшой сюрприз. Там от тебя послание, нет тебе одно. Ну, вот, укусишь уже конкретно у себя в комнате. И как его применить? Что они? Скажут, как каждый день на этих ходурах. Ну, это с балконом, с сапоном. Вот, спасибо. Вы тоже можете пройти со своим другом в свою комнату. Спасибо. Спасибо. Ребят, давайте садитесь. Ну что вы, как думаете? Слушай, ну, очень здорово, на самом деле. Что вы скажете, как вам, Женя? Вообще, он человек живой, интересный, позитивный. И мне кажется, что он всегда будет делать тебе какие-то подарки, сюрпризы. Что ты просто не будешь их ожидать. Что-то невероятное, что тебе будет очень интересно. Спасибо. Я солидарна с Настей, в принципе, да. То есть, Михаил, это человек-праздник, насколько я поняла, судя по тому, что он даже успел продемонстрировать. И сюрпризы будут точно неординарные. Ну, вот я не знаю, как насчет такого экстрима, да. Но с ним точно не сошкучишься, я думаю. Самое главное, понравились ее подругам. Хочешь понравиться девушке? Понравься подругам. Все. А вы что увидели? Я думаю, с таким человеком действительно не будет скучно. Он будет каждый раз придумать что-то новое и развлекать. Вот смотрите, взрослый мужчина, 30 лет. Ну, очевидно же, что вы в таком костюме, и вам было неловко. И он засветил вас перед нами, перед аудиторией. Ну, он даже вам не предложил альтернативы никак. Он сказал, вставай и прыгай. Ну, какой он муж? Конечно, он не муж. Нет, конечно. Ой. Что такое-то? Что за начинка? Салфетка? Салфетка. Салфетка. Что такое? Мне кажется, что вот эти скачки по жизни у него будет долго. К нам приходят мужчины, которые вот в 30 так, а в 60 все так же. Вряд ли вы дождетесь достатка в семье, потому что это важно, потому что детей хочется в хорошей школе, памперсы хочется в хорошей. Нет, я думаю, с достатком здесь будет все в порядке. Он как раз из-за впечатления, что он не одним днем живет. Правда, правда? Да, ну. Это сейчас там он по 30 тысяч, а кому он завтра будет уже? Я так и не плачу, чем он еще может заняться, кроме этих козлиных скачек. Я думаю, что, Миш, ты понравился всем. Всем? Не только подругам, да, но и ведущим. Не, молодец. Мне ведущим понравились. Они пытались тебя подцепить. Да, молодцы. Очень, что-то так. Молодец. Мне Михаил понравился. Я хочу сказать, что гороскопический это тот человек, в котором есть внутренний огонь и интерес к жизни, помимо его профессии. Я думаю, что это тот человек, с которым не то, что не соскучишься для мужа, это точно не главное качество, но это тот человек, который может быть центром существования вашего, давать какую-то идею смысл, потому что, я уже говорила с самого начала, вы свою идею по жизни не несете. Вы должны ориентироваться на мужчину, который будет давать эту идею. Да, она может у него быть довольно простой. Да, вряд ли в его планы входит спасать весь мир. Но как раз в том, что касается мужья, вам попасть, думаю, что вполне можно рассмотреть. И звезды между тебя заблаговолят, представляешь? Мария и Анастасия определились с выбором. Кто рядом с подругой? Я считаю, что Мариане следует выбрать президента номер три Михаила, потому что он очень яркий как человек, а у Марианы будет возможность узнать, такой ли он в жизни. Спасибо, что вы скажете. Я согласна с Марией. Я думаю, что я бы тоже посоветовала Мариане Михаила, потому что он сможет превратить ее жизнь в праздник. И отчасти он такой же непредсказуемый, но в хорошем смысле, что он сможет дарить тебе свои положительные эмоции и сделать тебя счастливой. Миш, честно, понравилось? Конечно. Да. Но он не может не понравиться. Нормально, да? Да. Вот так? Да. Искры есть. Вы до такой степени еще молодая, что какие-то умные вещи, заумные, вам, наверное, смысла рассказывать нет. Единственное, что каждый по-разному проявляет свою любовь. А в браке любовь нужна. Особенно в молодости, мы уже оскомены на зубах, что без любви, безнравственно замуж выходить и так далее. Вот сила любви. То, что предлагается Михаил, я считаю, что нет, не Михаил. Вы совершенно упускаете по молодости лет, что он ревнивый. С этим жить очень сложно. Не дай бог вам с этим столкнуться. Сила любви проявляется через заботу, через желание дарить подарки. Вы можете это ощущать. Мне кажется, именно Виталий может и способен, во-первых, и хватит у него и средств, заботиться о вас и дарить, и поддерживать, и не нарушать тот ритм жизни или те привычки, к которым вы уже привыкли. Я за Виталия. Он перспективный. Ну, как тебе невеста? Ну, девочка хорошая. С ней, я думаю, будет не скучно. Глаз не горел абсолютно. Вам было все равно, что происходило здесь. Вы не задали ни одного вопроса. Вы не пытались произвести впечатление ни на зрителей, ни на нас, ни на женихов. Не знаю. Мне кажется, за любого. Но сегодня вы замуж не выйдете, потому что не определились. Не знаете сами ничего хотите, ни зачем вам это нужно. Поэтому я бы не стала морочить голову ни одному из ребят, которые сегодня приходили за вас бороться. Поэтому никого. Ну, я так подытожила. Мне кажется, именно Михаил способен создать с вами наиболее сбалансированную пару. Не хочу сказать крепкую, потому что вряд ли он вообще на крепкие союзы способен. Но, пожалуй, именно сбалансированную. Именно в этих отношениях может быть должная расстановка сил, может быть должная инициатива со стороны мужчины, и ваше должное восприятие, желание чему-то научиться. Поэтому я замешу. Действительно, вы подходите друг к другу. Потому что остальные ребята, они просто вот, ну, ни о чем, наверное. Я думаю, вы уже определились с выбором, поэтому идите, а мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4-4. Борис, 47 лет, номер 1529. Военный. Имеет медали за безупречную службу. Ищет миниатюрную, энергичную женщину без бурного прошлого. Юлия, 27 лет, номер 1530. Учитель русского языка и литературы. Кандидат филологических наук. Ищет неидеального мужчину с идеальным чувством юмора. Мы не знаем, выйдет Марьяна одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите и давайте ее поддержим. Я вас жду. Та-дам! У-у-у! Будем общаться? Да! Ну что, я рада за вас. Вы выглядите счастливыми вставать рядышком. У нас есть пара. Марьяна и Михаил. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте комплекты на сайте Первого канала. Я Ларису Гузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это происки желтой прессы. Она нас женила. Желтая пресса. Я тоже музыкант. И все ваши предстрастия также пойму, наверное, и приму. Вот представляете, дома будет ходить 30 тысяч евро? Шусти! Я ведьма и очень этим довольна. Незаметно исчезает призрачный туман. Ты попался в мои сети, словно мальчуган. Это все мой сладкий обман. Редактор субтитров А.Семкин